Очередной раз, друзья, вам опять доказываю и показываю, что на любом iPhone, на любой версии iOS, ну практически на любой версии iOS, можно сделать автономность свыше 24 часов. Ну, свыше суток, полтора, а то и до двух. В зависимости от вашей емкости батареи, конечно же, желательно это, чтобы не ниже 90%, эта функция работает. Ну, а для тех, кто, конечно же, немножко ниже, от 90 до 80, еще можно пользоваться телефоном, дальше я советую, конечно, заменить батарею, потому что это будет, ну, конечно, не актуально. Для того, чтобы продлить вашу жизнь, этого будет достаточно. Добро пожаловать на канал Apple Expert, с вами Владимир. Еще раз говорю то, что доказываю вам, опять же, на своем примере, то, что можно сделать все-таки максимально долгую автономность вашего iPhone или iPad по моей методике, которую я вам сейчас покажу. Еще раз подтверждаю то, что мои настройки по более длительной автономности батарейки вашего iPhone длится лучше с моими настройками, нежели без. Вот, сейчас мы перейдем в настройки, увидите, что я последний раз зарядился в пятницу в 10 часов вечера, сегодня уже воскресенье и начало второго дня, поэтому, что это говорит? Правильно, 39 часов активного использования, то есть сейчас показываю 3 часа 41, потому что ночью до 12 ночи уже на следующий день, первую минуту, первого ночи уже меняются показатели, поэтому на сегодняшний день это 3 часа 41 минуты активного экрана, обычно там около 4 до 5 часов я использую каждый день, особенно когда монтирую ролик. Сейчас 27 процентов, но это говорит о чем? То, что я могу больше еще его использовать еще часов 6-7 стабильно, то есть для какого-то серпфинга, ответов вам и так далее. Поэтому применяйте мои настройки, которые я вам дальше опять же снова покажу. Какой бы у вас там экран не был, IPS, матрица, Super AMOLED, это не имеет значения, темная тема, это всегда хорошо, это всегда даст какой-то небольшой процент того, что ваша батарейка больше проработает, чем она проработает на белых тонах, это будет более большое энергопотребление. Точно так же используйте телефон в энергосберегающем режиме, это конечно снижает ваш процессор вдвое, то есть он не на полную мощность работает, а в пол мощности, но опять же процессы те, которые вам нужны, они не остановлены, все работает, смски приходят, все обновляется, просто снижается нагрузка на процессор, точно так же батарейка сильно не потребляет энергии, еще один плюс. Дальше переходим в настройки, опускаемся в стройки конфиденциальности, системные службы, здесь отмечайте те приложения, которые вы хотите использовать, постоянно при использовании этого приложения, либо же только при использовании приложения, это главное. Дальше в системные службы ныряем, и здесь вот точно так же отмечаем, как у меня, все остальное убирать, особенно аналитика iPhone, маршрутизация трафика и популярная рядом, это все отключаете. Значок в меню статуса, точно так же отключаете, это все вам не нужно, это все будет потреблять энергию. Дальше, подымаетесь вверх, вот оповещение о геопозиции, это тоже отключаете, поделиться геопозицией, это вы оставляете. Дальше нужно перейти в отслеживание, здесь точно так же отключаете, опускаетесь ниже, здесь точно так же отключаете все, потому что данные аналитики это все будет отправляться это вам не нужно это особенно более большое потребление энергии будет каждый раз как только у вас будет какое-то обновление заряд 100 процентов либо же ну вообще все процессы будут отправляться в apple этого не нужно отключаете все вот движение фитнес по приложению тоже посмотрите по убирайте этот трекинг это вам также не нужно все на этом вы закончили вам больше ничего не нужно дальше переходите в сотовую связь когда вы не используете вай фай здесь ставите ползунки на те приложения с которыми хотите работать чтобы не было обновления процесса то есть максимальное потребление энергии уйдет когда вы уберете то есть она уже снизится к тому на какие приложения вы только это оставили то есть на вай фай этого делать не нужно потому что когда в энергосберегающем режиме ваше обновление контента не работает потому что посмотрите когда включен энергосберегающий режим нету никакого обновления контакта если вы его включите конечно же он есть точно также вы его можете использовать если не используете энергосберегающий режим это те заветные настроечки которых нужно было знать все все остальное круто работает точно также хочу сказать меню control центр обратите внимание только на те функции которые вы используете если вы сейчас используете вай фай отключайте сотовые данные bluetooth если вы что-то используете там слушаете музыку но опять же оставьте там вай фай музыку так само если вы вне зоны вай фай сотовые данные сотовые данные bluetooth но вай фай отключаете не надо чтобы эти функции постоянно работали потому что это точно также вам потребляет энергию с вашего устройства с каких-то включенной функции которыми вы не используете поэтому все ненужное отключаете при использовании включайте и будет вам больше автономности больше времени работы использования вашего iphone вот и вся настройка вся суть что вам было необходимо знать ничего сложного нет поэтому советую всем к применению пользуйтесь очень просто легко доступно для всех подписка лайк комментарий прожмите колокольчик чтобы потом не пропустить новые видео делитесь также это информации с вашими близкими знакомыми всем пока а